Всем привет! Сегодня у нас в гостях Игорь, создатель охренительного сервиса для инстаграма и не только. Решил его пригласить сегодня поговорить про тренды маркетинга, про то, почему стоит пользоваться этим сервисом. Я чисто случайно наткнулся на него, я офигел от функционала, который там есть. Причем мы сейчас вот с Игорем пообщались до интервью, он рассказал еще новые фишки, которые там будут. В общем, про все это и не только в сегодняшнем выпуске. Всем привет, зовут меня Игорь. Я не айтишник. Хотел обмануть меня? Нет! Ты пытался, товарищ программист, пытался. Владею несколькими бизнесами разного направления. Есть недвижимость, есть холдинг, алт-хотель. Это сервис, совмещающий поставщиков и гостиниц. Закрытый маркетплейс для них, грубо говоря. Ну и вот сервис Кликчат. Сервис Кликчат – это получается как аналог Теплинк и вот этих вот сервисов, которые мультисылка дают. Все-таки Кликчат он больше, пошире и шире по функционалу. Мы хотели совместить в нем и лендинг, и чат-болт, и мессенджер. Некую такую коллаборацию всех необходимых для предпринимателей инструментов. И сделать все достаточно просто и удобно. Ну смотри, для тех людей, которые как бы не в курсе. Ни хера себе, я не в курсе, ребят. То есть получается, вот я захожу в Инстаграм, да, скажем, вот я хочу купить одежду, да. И там, значит, вот где активная ссылка, ставится, получается, ссылка на ваш сервис, но типа осознанная индивидуально под предпринимателя, да. То есть как типа там домен вашего сервиса, слэш и там вот название магазина, да. Да, именно так. И он, соответственно, нажимает и переходит в какую-то такую, типа как мини-лендинг такой, да, получается. Да, он попадает на страничку в виде мессенджера в такую комфортную для себя среду. Сейчас же люди больше не звонят, в основном все пишут. Коммуникация трансформировалась. В мессенджерах все проводят порядка 60% своего времени. Тут он попадает на страничку в виде мессенджера и начинает общение с ботом. Бот его приветствует. Мне нужна твоя одежда, сапоги и мотоцикл. Показывает там информацию о компании, разделы, каталоги, прайсы. Освобождает немножечко от рутинных, основных процессов предпринимателя. То есть правильно я понимаю, что это получается такая, как квинтэссенция с чат-бота с таким вот мини-лендингом и каталогом товара, да? Да, именно так. Окей, давай так, смотри, чтобы людям было интересно смотреть, которые вот сейчас вот смотрят интервью, какие плюсы этого сервиса? То есть зачем вообще, нафига он нужен как бы людям? Какая миссия? Ну не миссия, ну как бы твоя эта миссия, понятно, бабки зарабатывают, да? Как бы какая польза для людей, которые вот сейчас нас смотрят, зачем им пользоваться твоим сервисом? То есть много же аналогов есть на рынке, правильно? Можно отдельно чат-бота поставить, да? Отдельно там сайт какой-то нарулить, там сделать магазин, да? В чем соль, в чем прикол как бы, да? Вот как раз таки вся суть, что тут все в одном инструменте. Не нужно разбираться в этом бесчисленном количестве конструкторов, сайтов, виджетов, чат-ботов. Все это совмещать, интегрировать вместе. То есть можно зарегистрироваться, зайти туда, настроить и уже запуститься. То есть все просто, быстро, без привлечения сторонних специалистов. То есть наша именно суть была сделать что-то такое удобное, чтобы люди не теряли много времени и не нанимали себе там верстальщиков, дизайнеров. Просто зашли, собрали, настроили. То есть получается это в одном месте и сайт, и чат-бот, и каталог товаров, и сероемка там получается? И сероемка, да, она у нас в полноценном виде выйдет вместе с приложением. Пока мы людям советуем, интегрируем с Trello. Ты мне еще рассказывал, что до интервью, что у вас там выйдет еще возможность оптимизации в поисковых системах, да? Да, у нас есть уже раздел с настройками под SEO. Там можно настроить ключевые слова, заголовки, подзаголовки. Также мы сделали минимум аналитики, чтобы начинающим предпринимателям было видно, куда люди зашли, куда нажимали, откуда перешли. Там даже есть показатель в конверсии. Не такой, конечно, сильно широкий инструментарий, как у Яндекс.Метрики, там и Гугл. Но для начинающих вполне достаточно. Ну и также можно встроить и в Яндекс, и Гугл.Метрики. Прикольно, слушай. А как тебе вообще эта идея пришла в голову? Предложение, от которого тот не смог отказаться? Благодаря жене, ну точнее ее бренду. Авторский бренд одежды свой мануаж называется. Слушай, ну чисто так вот сравнить. Сколько твоей жене обходилось отдельно там, получается, держать менеджеры, которые отвечают, сайт, сероемку, аналитику, там, вот сколько это, в общем, выходит такому начинающему предпринимателю, который держит там, скажем, магазин в Инстаграме? Ну если грубо так усреднить, самый даже простой сайт, 1010-20. Так. Сера Эмка, тысячи две, три, зарплата менеджера, ну и плюс сайт, сайт он особо не спасает от рутины. То есть все равно будешь так же коммуницировать. Ну то есть получается, не считая время самого предпринимателя, который в это погружен, мы, получается, платим примерно там 15 тысяч рублей, а у тебя серо стоит 3-9 долларов в месяц, да? То есть это гигантская разница. Слушай, а такой вопрос, ну так как я все-таки маркетолог, у меня многие смотрят именно из-за того, что там, соответственно, контент по маркетингу, по бизнесу, да? Какая маржа? В среднем конверсия вот такого плана сайтов, там, террасервиса, да, как у тебя. То есть вот средняя конверсия, скажем, магазина, да, вот я, у меня были клиенты магазины, там примерно 1-3 процента. Вот какая у тебя конверсия? Сейчас у лендингов падает, она года 2-3 назад была процентов, 8, сейчас 2 в лучшем случае. У нас средний показатель 15 процентов, сейчас вот смотрим по клиентам. За счет коммуникации с ботом, человек, когда попадает, он вовлекается в этот процесс. Это как на лендинге раньше квизы добавляли, бегунки всякие, люди там двигали. Чтобы увлечение было. Вопросники всякие на вопросы отвечали, и за счет этого конверсия поднимается. А тут полноценная коммуникация, люди общаются, вовлекаются в процессы, благодаря этому все растет. Слушай, я работал в разных сервисах по созданию воронок в мессенджерах. Знаешь, вот когда получается тоже как у тебя есть чат-бот, который отвечает на вопросы, да, там, то есть вот вы, я думаю, тоже такие видели, когда там, скажем, задаешь вопрос, там сколько стоит, да, и там тебе там чат-бот высылает прайс, там, либо там кнопочку можно какую-то нажать. И какие я проблемы заметил, да, вот в этих сервисах? Вот скажем, я пользовался сервисом LILU, да, я думаю, что многие маркетологи, там, автоворонщики знают этот сервис. Первый минус, он, сука, дорогой, как бы, да, то есть там косарь евро за год, как бы, платишь, причем у них еще лимит по базе есть. Второй сервис, которым я пользовался, это whatshelp и textback. Так, два этих сервиса, они, ну, криво, кривые, реально, ну, то есть там вроде как есть функционал, который в LILU, но при этом, вот скажем, чтобы мне сделать рассылку по базе, которая моя, то есть, которые вот мои подписчики, мне приходилось отдельно создавать рассылку под каждый канал, отдельно под Viber, отдельно под Telegram, отдельно под Skype, отдельно под ВКонтакте, под Facebook, ну, это пипец. Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь. Это бред. Потом, как бы, вот эти все там воронки простраивай, да, и когда я в твой сервис зашел, я, как бы, понял, что у тебя, как я понял, да, у тебя, получается, как бы, там нейронная обучающаяся сеть, которая понимает, как наилучшим образом коммуницируешь с человеком, правильно, то есть, как бы... Так еще тестируем. В полноценном своем объеме где-то через месяц это все заработает, он будет обучаемый, да. Круто. И получается, у тебя, как бы, аналог вот этой вот автоворонки в мессенджерах, да? Еще тоже не добавлен этот функционал. Мы свяжем скоро Viber и Telegram, выстроим там конструктор ботов для мессенджеров. И также будет уложенный постинг для вот этих рассылок, чтобы можно было добивать там клиентов, которые пришли в мессенджер. Ну, то есть, получается, у тебя за 3 бакса у тебя, по сути, и автоворонки в мессенджерах, и мини-лендинг, и аналог сервиса Теплинк, и каталог товаров, там, и аналитика, и сероемка, у тебя все в одном, короче. Ну, да, в этом и была суть, создать сервис одного окна. Ой, как удобно. Чтобы не распыляться и не заблудиться в этом информационном шуме. То есть, в принципе, у тебя, как бы, потенциальные клиенты, как бы, да, которым это будет интересно, это и маркетологи, и предприниматели, там, да, и, там, SMM-менеджеры, да, там, по сути. Круто. А какая у тебя вообще миссия, то есть, что ты хочешь добиться вот этим сервисом, как бы, какая у тебя миссия, там, не знаю, фраза, твоя вот идеология, да, которая несет этот сервис, или просто бабки? И бабки, и миссия. Миссия упростить жизнь предпринимателя начинающего, чтобы он, да, чтобы он не заблудился, потому что я видел, как это происходит у жены, это, это очень напряженно. То есть, получается, ты, у тебя вот эта точка старта бизнеса была, когда ты, ну, это боль, да, боль твоей жены, то есть, ты увидел, как бы, сколько она время, там, тратит и ресурсов своих, там, мозговых, там, на вот эту всю деятельность, и ты подумал, надо бы ее упростить. Ну да. Потому что ты с ней, видимо, там, меньше времени проводил, да? Можно, конечно, было, там, взять 1200 рублей, все быстренько, там, сделать за два месяца, посадить менеджера, сайт постряпать, все автоматизировать, ботов каких-то сделать, все это потом связать, но это не очень простой путь. Обычно предприниматели, когда начинают, они сами грузчики, сами водители, сами менеджеры, сами все, и вот у них основная эта проблема в этом. Слушай, знаешь, я вот тоже вот обращаюсь к зрителям, я просто вот такую вещь скажу, я со многими айтишниками, там, вот людьми, которые стартапы в IT открывают, я общался, я просто заметил такую вещь, что стреляют именно те проекты, где думают о людях. То есть, вот, ну, вот эти сервисы именно созданы для людей, не для бабла, как бы, не для капитализации, не для, там, перепродажи, не для IPO, а именно для людей, то есть, упростить, как бы, вот, жизнь человеку. Потому что, скажем, если взять Ройстад, да, ну, система сквозной аналитики, да, вот мы тоже с тобой общались, как бы, система-то хорошая, но, блядь, запикаете, да, как бы, она ни хрена не создана для клиента. То есть, я, когда туда зашел, будучи маркетологом, как бы, не знаю, я проклял весь мир просто, потому что я понимал, что насколько, сука, это все сложно, насколько это не для людей. То есть, какой-нибудь, там, айтишник, причем, айтишник, это такой, знаете, который, там, в майке Ария, такой, там, с длинным хвостом, там, вот этим конским, да, он, как бы, сечет, он понимает. Но, когда, вот, обычный Игорек вот такой вот сядет, да, да, он, думаю, он не разберется ни хрена в этом. Вот плюс, который я увидел в твоем сервисе, реально, искренне тебе говорю, он понятный. То есть, вот, реально, туда заходишь, там, все понятно, там, не надо ничего, там, читать, там, листать, там, не знаю, там, узнавать. Просто сел за час, там, взял, там, себе нафигачил все еще, все, там, и каталог товаров, там, и ссылки, и, там, ответы, там, и то, и пятое, и десятое, все, у тебя все готово, по сути. Поразительно. То есть, вся коммуникация в автомате уже готова. Гениально. Даже круто. Ну, мы еще хотим упростить, мы идем к тому, постоянно общаемся с пользователями, получаем обратную связь и переделываем, доделываем, что-то упрощаем. Хочется все сделать прям совершенно просто, чтобы даже школьник, сейчас же есть и школьники предприниматели, зашел быстренько настроил, сделал. Там эти продают, как они называются, там, спиннеры. Да, продают всякие штучки. Подождите, операция выполняется. Окей, значит, что мы имеем по итогу? Очень крутой сервис, дешевый, упрощает жизнь. Какие минусы есть? Да, ну не можешь быть все идеально. Какие минусы сейчас есть в сервисе? Минусы есть в том, что он немножечко недоработанный. Так. Мы его запустили пару месяцев назад, но уже успели там перепилить многое. И дизайн поменялся, и баннеры в другом виде появились. То есть, мы постоянно получаем связь с обратной. Доделываем, доделываем, доделываем. Миняйся или сдохни. И я считаю, что минус в недоработанной нашей CRM-ке и в приложении, которое выйдет. То есть, это будет, по сути, первый сайт, имеющий свое приложение клиентское. Круто. То есть, люди, владельцы своих страниц будут в приложении с ними общаться, переписываться, какие-то мелкие настройки там делать. Это получается, как у АМ и CRM, да? То есть, там, получается, с мобильного тоже можно зайти, там все прочеркать. Какие-то простые вещи сделать. Круто. Да, чтобы еще быстрее коммуницировать. Так, давай еще, знаешь, о чем пообщаемся? Какие у вас есть конкуренты? То есть, ты же, как бы, смотрел поле, да, там, как бы, сервисов, которые похожи на тебя. Вот, честно скажи, какие у тебя есть конкуренты, сильные конкуренты? Мне кажется, это топлинг, он поголовно везде используется. Но его в основном используют как, ну, как визитку. Картинка, кнопка, описание, все. Просто, чтобы он был. Так, то есть, получается, он просто более раскрученный, более раскаченный, да? Более, да, он просто единственный такой. Я бог тупой, это создание! И я не потерплю, чтобы меня... С таким функционалом. Он, по-моему, тоже столько же стоит, 9 баксов стоит. Он стоит столько же, но у него нету просто боты, коммуникации-то нет. Слушай, а у вас есть автооплата? Меня так бесит автооплата. Автооплата есть? Есть, да, вот, сука, уберите. Что? Каждый раз, когда я что-то оплачиваю, у меня каждый месяц списываю с карты, что-то не даже дороже. Не, смешно! Мы только на этом зарабатываем же. Ну, я понял, да, ну, блин, тема такая себе. Она прям совсем как чашка кофе стоит. Ну, блин, ну да, но все равно как-то это. Не, ну, вообще согласен, да, если сервис нормально, не жалко на него денег. Хорошо. Так, окей. А сколько сейчас у тебя, получается, пользователей уже этого сервиса? Пользователей немного, две с половиной тысячи, как-то так. Так. А какие цели на ближайший год, сколько ты хочешь? 100 тысяч пользователей к декабрю планируем. А пользователи, получается, не только в России, да, и СНГ? Ну, и сейчас будем подключать СНГ, языки доделываются, маски для телефонов, чтобы регистрироваться можно было по номерам, там, с плюс 38, белорусских, всяких разных. Слушай, я от многих предпринимателей слышал, что вот эти все ссылки, тэплинки, вот эти все там аналоги, да, их, короче, блочит Инстаграм. Пошло после размещения ссылок на Телеграм, когда его стали блокировать. А. Даже если вдруг это случится, у нас есть бесплатный перенос на свой домен. Покупаете домен со своей фамилией, переводите у вас личная страница. И получается, Инстаграм, думаешь, это как бы твой сайт. Да, это личная страница. Прикольно, слушай, ну это вот важный момент, кстати. Сейчас 80% трафика, оно идет именно с мобилы, да, то есть люди все реже заходят в интернет с ПК, с компьютеров. Таким образом, важно все сайты, всю коммуникацию выстраивать именно для мобильного трафика, да, то есть все ваши сайты, они должны быть, естественно, адаптированы под мобильный трафик, ну, то есть иметь, получается, мобильный вид сайта. Вся коммуникация сейчас в основном переводится в мессенджер, да, то есть где вот вы, скажем, чаще всего общаетесь, да, там, это Телега, Вайбер, там, не знаю, там, Facebook мессенджер, там, ВКонтакте диалоги, да. То есть все сейчас идет к тому, что сайты, в принципе, это такой изжиток, да, получается вот эти вот основные вот эти вот сайты, большие вот эти каталоги, да. Да, все поменялось. Да, и получается, что, по сути, ваш сервис, он как бы вот этот тренд поймал, да, то есть поймал. Слушай, а может быть для ребят, которые нас сейчас смотрят, да, сделаем такой супер спецоффер, то есть вот ты говоришь то, что, ну, вы уже поняли, что Игорь, он как бы за качество, да, то есть за то, чтобы сервис был удобный, чтобы он помогал, давай сейчас супер спецоффер сделаем для моих зрителей, да, то есть ты, который смотрит интервью, давай какой-нибудь промокод дадим для тех людей, которым понравился данный сервис, и они хотят быть в числе первых тестеров. То есть они, получается, получат какой-то спецоффер от тебя, там, предположим, не на месяц, там, а на два, на три пользования, но при этом за эти три месяца они прочекают полностью сервис, они посмотрят его с ног до головы, и тебе дадут обратную связь, чтобы ты смог улучшить, да. Как ты на это смотришь? Вполне нормально. Тогда от Игоря возьму промокод, вставим его в описании к этому видео, вот, вы тогда переходите в описании к этому видео, переходите по ссылке, и, соответственно, чекайте данную систему, уверена она вам реально, ну, вставят, вообще там, вкатят нормально так, крутая тема. Вот я когда пользовался АМСРМ, мне вот знаешь, что понравилось, там есть уже заготовленные пиксели, да, то есть ты как бы, ты как выбираешь виджет, то есть, скажем, вот, чтобы сделать интеграцию, связку АМСРМ с лидформой фейсбука, нужно просто выбрать вот этот вот виджет, типа вот фейсбук лидформы, нажать на него, и все, как бы у тебя связка готова, то есть тебе не нужно разбираться в программинге, да, вот в бэк-дизайне вот этом, да. Есть ли у тебя тоже вот такого плана какие-то вот решения готовы в этом сервисе? Да, мы сделали специальные разделы с полями, нам не надо, не надо пользователям будет влазить куда-то в код, искать в шапках определенные символы, куда-то вставить, все просто, заходишь в раздел, выбираешь пиксель вк, вставляешь пиксель в фейсбук, вставляешь яндекс аналитика, вставляешь, все просто. То есть у тебя даже пиксели можно повесить для ретаргета, сбора ретаргет-базы, да, там ВКонтакте, фейсбук, круто. При этом не надо какими-то навыками обладать. Вот это круто, да. Блин, ну реально же круто. То есть 3 бакса за вот это все, то есть получается, ну ты там, блин, все собрал. То есть если вот так вот чисто вот посчитать, я не знаю, смогут ли там ребята, которые будут монтировать, добавить небольшую инфографику, просто вот рядом со мной пропишите отдельно, сколько стоят вот эти сервисы, получается, лилу, whatshelp, ну яндекс метрика, гугл аналитика бесплатная, там не знаю, там АМАСРМ в месяц, потом зарплата менеджера какой-нибудь там, давайте возьмем дешевого, девочка с Украины, который будет отвечать там в директе. Что у вас еще там есть, получается? Чувак, который интеграцию произведет, в среднем интеграция 3-5 тысяч рублей стоит, да? Да, ну и виджет у нас там, переписка онлайн с клиентом, с посетителем. Это получается как живо сайт, получается, вот. Вот эти 6, вот эти 6 сервисов просто вот так вот выделите, 6 позиций точнее, и здесь напишите 3 бакса, да, то чтобы у человека как бы вот весы в голове сработали, чтобы он понимал, что вот это все отдельно стоит столько, а здесь как бы столько. Вот это круто, конечно, да. Можно еще добавить время. Здесь 2 недели, здесь 1 день. Да, кстати, еще добавьте к себе уже в голове, сколько стоит 1 час вашего времени, да, если вы предприниматель. В принципе, логично. Потому что, по сути, самое дорогое сейчас это время для бизнесмена, для предпринимателя. То есть время это, получается, тот ресурс, да, тот важный ресурс, который сейчас для предпринимателя самый важный. Потому что, ну, я тоже занимаюсь бизнесом, у меня свое рекламное агентство, я понимаю, что я хочу свое время тратить на решение каких-то стратегических задач больше, да, нежели там копошиться с какими-то, вот я называю это обезьянья работа, monkey business, да, вот это. И макака поймал послину. Вот ты не хочешь этим заниматься, вот этим занимаешься как-то. Я считаю, что вот тебе как предпринимателю, да, тебе как маркетологу нужно, ты просто обязан изучать такие сервисы, которые экономят твое время. Экономит время твое, либо твоего клиента, либо если ты предприниматель, в твоем бизнесе, ты меньше время тратишь на этот monkey business, да, тут обезьянью работу. Ребята, у нас сегодня в студии был супер чувак, супер предприниматель, который создал сервис клик-чат, который поможет тебе экономить кучу времени, экономить не только тебе, но и твоему маркетологу. Пообщались сегодня за тренды интернет-маркетинга, почему сейчас актуально изучать такие сервисы, почему конверсия обычных сайтов падает, почему все переходят в мобильный трафик, да, и в принципе, чем же хорош данный сервис, потому что я этот сервис увидел чисто случайно, я просто офигел от функционала, и, соответственно, именно поэтому я и решил пригласить создателя этого сервиса сюда, чтобы он рассказал про весь функционал, про все плюсы данного сервиса. Как, короче, они не начали снимать, ты, получается, сначала к Партнягину пошел, да, чтобы он там платить интервью, да, типа, он тебе зарядил сколько? Триляма, да? Да. Триляма, да? Вот, у меня это дешевле стоит, ты, поэтому ко мне пошел, да? Да. Ну, я понял. Нет, ты смотри, я через год, у меня тоже ценник подрастет. Ладно. Хорошо, ладно. Мы зарабатывать больше уже начнем. Ну, это понятно, конечно. Нет, ну, просто проплачь на интервью, это видно, да? Давай, короче, сначала за семью поговорим. Ты, короче, прожженул, сказка, будто ты такой, короче, типа, ну, как, рецепт на белом коне такой к ней подкатил, типа, с решением, найти решение, типа, да, не сделать, да? Вставай. Ну, простите же. Нет, нормальная история получится. Вставай. Давай. Все, окей. Так, пацаны, все, поехали, короче, снимайте. Все, давай. Так мы снимаем. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok